Отношения. Сашка растирал кулачком слезы по щекам и продолжал всхлипывать. Осенний противный дождь противно трусил на остывающую землю. Мальчик зябко поежился и присел на лавочку. Собака, старая облезлая дворняга, улеглась возле его ног и обреченно устало вздохнула, совсем как человек, положила морду на лапы и закрыла глаза. Да, Сашка гладил собаку, шерстью, которая была облезлая, в котышках, грязная, какого-то неестественно бурого цвета. Она шевельнулась, поджала под себя лапы, вся собралась, уменьшилась, получилось грязное, жалкое колечко, которое подрагивало и слабо, жалобно поскуливало. Мальчик смотрел на своего друга и думал о том, что ему теперь делать с собакой, которую отчим категорически приказал убрать со двора или он пристрелит ее. Вот этого-то как раз Сашка допустить не мог. Лайку мальчик любил. Такое красивое имя было у старой замшилой дворняги, как ее назвал мальчик, когда три года назад она прибилась к их двору. Несколько дней она осторожила его у забора и каждый раз, когда он выходил за калитку, ластилась к нему, заглядывала в глаза и всем своим собачьим видом показывала, что ей нужен хозяин. Сашка упросил мать привезти собаку во двор. Ну, никак не подходило имя лайка к этой дворняге, но именно так ее и назвал Сашка, а собака откликалась на это имя с радостью и глухим горловым лаем. Мальчик еще подумал тогда, что дворнягу, наверное, в жизни много обижали, потому что уж больно жалостлива была она в своей собачьей преданности. Когда в доме появился отчим, Сашка по-детски отчаянно затасковал и вовсе не потому, что любил родного отца. Родного отца он никогда и не видел, никогда ему о нем мать не рассказывала, а мальчик своим детским умом понимал, что матери эти расспросы были бы неприятны. Отчим не то, чтобы строг был с мальчиком, нет, он, казалось, не замечал его. Вот как будто Сашки вовсе нет в доме. И как только мальчик не старался привлечь его внимание, утром выносил мусор, во дворе подметал, даже машину отчима как-то помыл. Все бесполезно. Всеволод Владимирович скользнет по ему нему взглядам, кивнет головой и все. А мать на глазах расцветала. Сашка никогда раньше не видел ее такой счастливой. Отчим ей наряды покупал. Она часто смеялась и все старалась угодить этому Всеволоду. Пироги стала печь. Вот сколько помнил себя мальчик, мать никогда не пекла. Блины и те не получались у нее. А когда в гости приедет бабушка, тогда в доме праздник, потому что так приятно и сладко пахнет с добным тестом. Тут тебе и пироги, и торты, и булочки с изюмом. Ради отчима мать научилась управляться с тестом. Обидно Сашке, досадно, потому что он как бы лишний стал в семье. Каждые каникулы его спроваживают к бабушке. Он, разумеется, не против, но раньше мать с сыном надолго не разлучалась. Даже в лагерь не отправляла. А теперь за прошедшее лето Сашка в двух лагерях побывал. А на душе все-таки было тоскливо. Куда же девать лайку? Она же старая, больная. Вот глаза постоянно слезятся. Лает она так же громко, но лай стал каким-то бесцветным, однообразным, словно вынужденным. Эх, сколько с верным дружком переговорено, пережито. Сашка по привычке пожалуется собаке на свою жизнь. А ну, конечно, он сыт и одет, компьютер вот купил очень. Да только Сашке нет радости в доме. Вроде никто его не обижает, но и ласки к нему никто не проявляет. Обидно мальчику, что его место как бы занято другим, чужим ему человеком, а для матери этот человек стал родным. Что лайка, плохо нам? Мальчик потрепал собаку за уши, горько вздохнул, по щеке скатились горошинами предательские слезы. Лавочка стала совсем мокрой, дождь усиливался, а мысли мальчика плели замысловатые кружево детских обид. Когда Сашка приехал с моря, то заметил округлившийся живот матери, для блестящих глаза, которые светились радостью. Вот тут он окончательно струсил. Ребенок будет желанным для Всеволода Владимировича, а он, Сашка, вроде бы как будет на втором плане. Может быть, его даже отвезут к бабушке, которая же предлагала забрать внука к себе, чтобы он учился у нее в поселке. При одной мысли о том, что придется уехать из родного дома и подолгу не видеть маму, у мальчика пот струился между лопаток и предательски потели ладони. Он давно уже заметил за собой такую странность, когда волновался, покрывался липким потом. Бабушка говорила, что эта особенность у них семейная. Вроде дед, которого Сашка никогда не видел, он умер, погиб в шахте. Тоже так реагировал на волнение и опасность. А еще бабуля говорила, что у деда в минуты душевного подъема, как она называла самые счастливые минуты жизни, на лбу появлялась тоненькая складочка над правой бровью. Но такой приметы у мальчика точно не было. Теперь родится любимый сыночек, будут с ним носиться, сюсюкать, а мы с тобой, Лайка, мешаем им. Столько добра будущему малышу уже накупили. И кроватку, и коляску, и игрушки, и пеленки, распашонки разные, комнату для будущего малыша обклеили такими красивыми обоями. А в моей комнате обои исписанные, я еще в первом классе их разрисовал от злости, когда мать в дом чужака привела. Да если честно, то не нужны Сашке эти обои, плевал он на них. Вот учебный год с двумя тройками закончил, так мать даже не поругала его. Так обидно стало мальчику, а вот бабуля попеняла его за учебу, пристыдила. Может быть, уехать к бабушке и там в школу ходить? Бабуля добрая, наверное, разрешит взять с собой лайку. Сашка вспомнил, как зло и категорично отчим сказал сегодня днем, чтобы я эту паршивую псину во дворе больше не видел. Она же, наверное, заразная. Посмотри, какая шерсть у нее. Куда хочешь, уведи ее, иначе пристрелю. А мать промолчала, не заступилась за лайку. Как же Сашка друга своего бросит в беде? И не заразная лайка, а просто старая. От старости и шерсть клуками выпадает. Сашка в интернете об этом читал. Он вообще эту ночь плохо спал. Переписывался с виртуальными друзьями, которые держали своих собак даже в квартирах. Пожаловался им на свою проблему. А друзья посочувствовали и предложили ему объявить отчиму бойкот. Нет, вот этого Сашка решительно не мог сделать. Миром в семье он дорожил и больше всего на свете не мог видеть заплаканные материны глаза. Женские слезы на него наводили страшную тоску и ощущение глубокой вины. Бабуля всегда говорит, что из ее любимого внучка Сашеньке получится хороший муж и отец. Мальчик зябко передернул плечами, а дождь усиливался, а он все так же сидел на лавочке и собака преданно сидела рядом, тоже вздрагивая от холода. Сашка почувствовала зноб, подумала о том, что надо вот встать и идти домой, кажется, он простыл. Нет, никуда он не пойдет. Вот будет здесь упорно сидеть, потому что никому он в этом доме не нужен. Там теперь ждут другого желанного ребенка, а его любимого дружка Лайку выгнали. Он стал путаться в мыслях, сбиваться. Собака встала, тоскливо посмотрела на мальчика, отряхнулась и завыла. Надо же, никогда Сашка не слышал, чтобы Лайка выла. Чего это она? Неужели ей страшно? Так ведь не бросит в беде своего дружка, не бросит ни за что на свете. Собака продолжала выть, голос ее становился все громче, казалось, что она напрягается и выкладывает в этот тревожный вой все свои последние жизненные силы. Мальчик потихоньку сполз с лавочки на землю, лицо его горело, потрескавшееся от жара. Губы что-то шептали уже в бреду. Лайка тормошила его, носом тыкалась в щеки, облизывала их, чувствуя шершавым языком жар и выла, выла отчаянно, потом грозно, по-дикому, как-то по-волчьи. Потом она заметалась около калитки, которая была плотно закрыта с тоской, посмотрела на забор, собралась силами, отбежала в сторону и Лайка перескочила через забор и плюхнулась на землю обессиленная и почти полуживая. Несколько минут лежала неподвижно, а потом медленно, на трясущейся слабости лапах встала и опоковляла крыльцу дома, приоткрыла лапой незапертую дверь и опять завыла громко, тревожно, отчаянно. Когда мальчик открыл глаза, в больничной палате вокруг кровати скрутились все, мать, бабуля и отчим. Женщины, конечно, плакали. Сашка ощутил липкий пот, который продать застрелился между лопаток. Боже мой, сыночек, любименький мой, мы же думали, что ты к товарищу в гости пошел и из-за дождя задержался. Врач сказала, что у тебя двустороннее воспаление легких и нервный срыв. Ты же моя надежда. Вот рожу тебе сестричку, а ты будешь помогать ее нянчить. Мне без тебя, сынок, никак нельзя. Бабуля молчала, только вытирала платочком слезы и жалостно вздыхала. Мальчик подумал о том, что Бабуля, наверное, круто, как она всегда говорила, побеседовала со своей дочерью, с зятем. По характеру Бабуля была женщина суровая и жестокая, но внука любила без памяти, потому что он, по ее утверждению, был копией деда. Отчим подал руку мальчику, тот ее пожал, но слабо. Всеволод Владимирович виновата покачал головой. Спасибо, Лайке. Она так была в коридоре, что мы поняли, что с тобой что-то случилось. А что с Лайкой? Мальчик приподнял голову с подушкой, с надеждой посмотрел на маму и отчима. Да все нормально с Лайкой, Всеволод ей соорудил новую теплую конуру, она теперь у нас герой, тоже тебя ждет. А ты быстрее выздоравливай. Всеволод, вот завтра новые обои поклеят в твоей комнате. Выберем обои с веселеньким рисунком, а ты должен нам пообещать, что троек больше в дневнике не будет. Ты же раньше как хорошо учился. Мама смахнула слезу, улыбнулась. Мальчик согласно кивнул головой и тоже улыбнулся. Приятно, что о тебе так заботятся, а он выдумал что-то несуразное, обидное, а его, оказывается, так любят. Сынок, ты прости меня. Отчим досадливо крякнул. Видно, что эти слова ему давались с трудом, но он произнес их, присел на край кровати, вытер ладонями под солба и вдруг засмеялся. Все, мама, бабушка, даже мальчик, все засмеялись, несмотря на то, что за окном полоскал злой, надоевший дождь. В больничной палате стало уютно, даже как-то солнечно, по-домашнему, дружно, тепло. Мальчик счастливо зажмурил глаза и неожиданно заснул. Во сне улыбался, сопел, у него смешно вздрагивали ресницы, а на лбу над правой бровью обозначилась тоненькая складочка. Автор Людмила Дудко.